С 7 ноября в северском районе горели леса. Вследствие сухой и ветреной погоды огонь быстро распространялся по всей лесной зоне. Власти района вели круглосуточное дежурство. В зоне особого внимания сотрудников МЧС и пожарных станицы Убинское, село Шабановское и поселок Планческая щель. Активное участие в противопожарной операции принимали казаки, жители поселений, работники администрации, волонтёры. В наиболее сложных участках огонь ликвидировали с воздуха с помощью вертолёта Ми-8. В тушении принимали участие более 500 человек и 64 единицы техники. За это время огонь прошёл около 109 гектаров леса. Главной причиной лесных возгораний, по словам специалистов, стали поджоги. Уважаемые жители и гости Северского района, в связи с завершением работ по ликвидации лесных пожаров на территории района. Режим «Чрезвычайная ситуация» снят с 15.00 14 ноября. В лицее посёлка Афибский состоялся урок цифры. 14 ноября необычное занятие прошло в рамках Всероссийской образовательной акции. Главная цель мероприятия познакомить школьников с таким понятием, как большие данные, а также научить ребят ориентироваться в мире информации, эффективно пользоваться различными электронными устройствами. Акция «Урок цифры» проводится в лицее в четвёртый раз. Учащимся пятых, шестых, седьмых и восьмых классов очень она нравится, потому что актуальность темы в том, что знакомясь с цифрами, ребята больше познают из окружающего мира, из окружающей жизни. И все эти задания, которые они проходят, они связаны непосредственно с жизнью и с тем окружающим миром, который вокруг них. Мнение ребят всегда однозначно, всегда им нравится. Для учителей и родителей мы тоже предлагаем пройти эту игру, которая считаем очень познавательна и полезна. Урок цифры ориентирован не только на школьников. При желании тест могут пройти родители и даже учителя. Ведь цифровые технологии и основы программирования – неотъемлемая часть современной жизни. На выбор несколько уровней сложности. Для начинающих, для опытных специалистов и вершина мастерства – уровень закалённых профессионалов. Интерфейс интуитивно понятен и детям, и взрослым. Игра по форме и обучение, по сути, вот главная идея проекта. Суть этой акции в том, что первоначальный профессиональный выбор делают ребята и через цифры, через числа большие и малые познают окружающий мир. У нас традиционно, изучая математику и изучая через новые технологии, используя компьютеры, используя гаджеты, используя телефоны, достаточно времени уделяется именно тем программам, которые предлагаются. Но в большинстве своём ребята справляются с ними успешно и быстро довольно-таки. Как сообщает официальная страница урока цифры, на сегодняшний день тест прошли 1 643 959 человек. Вот такие большие данные. А каждый участник при желании может получить сертификат за участие в акции. 14 ноября отмечается Всемирный день качества. Качество – необходимые условия удовлетворения наших потребностей. Практически ежедневно мы приобретаем товары, правда, далеко не всегда не соответствуют нашим запросам и ожиданиям. Не все покупатели готовы отстаивать свои права, но многим недобросовестным продавцам это только и нужно. Столкнувшись с проблемой некачественной продукции, потребитель может смело обращаться в Роспотребнадзор. Наша служба оказывает бесплатную юридическую помощь. Это именно составление претензионного письма, то есть досудебного регулирования, также составляет исковые заявления в целях конкретного потребителя. И мы также обращаемся в судебные инстанции в интересах конкретного потребителя. В этом случае, конечно, мы сопровождаем полностью потребителя от момента составления этих документов до подачи и также представляем интересы в судах. Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, с каждым годом все больше жалоб поступает на некачественное оказание услуг. В последнее время сейчас стало много поступать обращений не на качество товара, а на оказание услуг, которые предоставляют. Нужно потребителям непосредственно обратиться, посмотреть в уголке потребителя, доведена ли информация, есть ли лицензия на ведительность, которую ему предлагают, на какой ведительности услуги. Потому что здесь все имущественные споры решаются в судебном порядке. Будь то купил некачественный товар или оказали некачественную услугу, неправильно отремонтировали транспортное средство. Поэтому все спорные вопросы имущественного характера решаются в судебном порядке. Специалисты Управления Роспотребнадзора рассматривают жалобы, оказывают помощь в составлении исковых заявлений, а также выступают в защиту прав конкретного потребителя в судах. Для обращения Роспотребнадзора необходимо, конечно, обращение, письменное обращение гражданина. Если гражданин приобрел данный товар и не знает, как делать, действовать в дальнейшем, как правильно поступать, то в этом случае, конечно, мы оказываем юридическую помощь составление претензионного письма, даем разъяснение правильно потребителю, как направить это претензионное письмо, как дальше действовать. И также объясняем, что после всех досудебных урегулирований споров по истечению этого срока потребитель имеет право также обратиться в службу Роспотребнадзора для составления искового заявления. Управление Роспотребнадзора уделяет внимание повышению потребительской грамотности. Регулярно проводятся семинары, круглые столы, дни открытых дверей для предпринимателей. Также работает горячая линия. Сотрудники службы призывают граждан быть внимательными при покупке товаров и услуг, а в случае нарушения прав обращаться по телефону 223-04 или 2-16-80. Платановая аллея появится в школе номер 4 поселка Афибский. 15 ноября учащиеся средних и старших классов посадили более двух десятков молодых деревьев. Инициатором акции выступил северский филиал Русского географического общества. Сегодня здесь будет посажена аллея из Платанов. Русское географическое общество и Афибский нефтеперерабатывающий завод приняли решение посадить аллею. И она будет сегодня здесь посажена на территории школы номер 4 поселка Афибского. Дети, которые посадят здесь деревья, естественно, они будут знать и еще потом приведут своих детей, скажут, «О, я здесь посадил дерево». Ну, вот, собственно, дело хорошее. В мероприятии приняли участие более 20 человек. Сажать деревья – хорошая школьная традиция. Соместный труд полезен и продуктивен, а польза от такой акции очевидна. В эпоху цифровых технологий у школьников не всегда есть возможность прикоснуться к живой природе. С данной идеей к нам обратились Русское географическое общество, представители нашего завода нефтеперерабатывающего. Ну и, в общем-то, мы пошли навстречу, потому что нам эта идея очень понравилась. Думаю, что все будет замечательно, все получится у нас. Ну, наверное, в первую очередь это совместный труд взрослых детей, потому что сейчас как-то не так много. Больше дети живут в квартирах, больше дети виртуально занимаются всем. А здесь мы будем ухаживать за деревьями, это будет приносить определенную пользу. Михаил Пчелка – один из самых молодых представителей Русского географического общества. Тоже решил принять участие в высадке деревьев. Начинающий турист и любитель природы отмечает, насколько это важно для подрастающего поколения. Я представитель Русского географического общества, решил принять это участие. Я занимаюсь очень много времени спортивным туризмом, бываю много в лесах. Лес – это наша стихия. Я также участвую в экологических разных акциях, помощь лесу, убираем лес. И принял участие принять в этом организацию, акции, помочь, чтобы потом в дальнейшем, когда нас не было, чтобы наши дети видели, как растут эти деревья. На фоне лесных пожаров в районе, которые все же удалось ликвидировать, закладка Платановой аллеи смотрится более чем актуально. Тем более, что акция проводилась с расчетом на солидную перспективу. Срок жизни этого представителя флоры может достигать 2000 лет. Этот маленький пушистый пингвин недавно пополнил большую семью питомцев Пражского зоопарка. Птенец принадлежит к исчезающему виду пингвинов Гумбольта. «Птенцу сейчас примерно месяц. Он родился 18 октября. Сегодня мы взяли у него анализы. Образцы отправим в Государственную ветеринарную комиссию для биологических исследований». Анализы нужны, чтобы узнать пол пингвинёнка. После процедуры и взвешивания малыша вернули родителям. В Пражском зоопарке разработали собственный способ идентификации пингвинов, поэтому птиц никак не помечают. «В нашем зоопарке мы узнаём пингвинов по пятнышкам на животах. Вы можете увидеть на этой доске, что мы всех фотографируем. И здесь можно заметить отметины на животе меловничика. Расположение пятнышек всегда уникально». В рамках программы разведения в Пражском зоопарке вылупилось уже 29 пингвинов Гумбольта. «МЧС России» предупреждает. Регистрация маршрута – гарантия безопасности. «Алло, я бы хотела зарегистрировать туристический маршрут». «Безопасность» начинается с тебя. «МЧС России». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова